Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня я подготовил для вас лекцию по теме описания машинно-аппаратурной схемы линии производства помадных конфет. Помадная конфетная масса это мелкокристаллическая масса из сахара и патоки, включающая молоко, фруктово-ягодное сырье и другие добавления. Помадная масса широко используется в кондитерском производстве для приготовления мягких сортов конфет и в качестве начинки для изготовления отдельных сортов карамели. Ее используют также в виде помадной глазури для шоколадных наборов и для различных мучных кондитерских изделий. На долю помадных конфет приходится около 70 процентов общей выработки конфет. помадная масса бывает двух основных видов сахарная или простая и молочная. Кроме светлой молочной в кондитерском производстве используется темно окрашенная помада крем-брюле, получаемая длительным увариванием молочного помадного сиропа при высокой температуре. В зависимости от назначения помадную массу готовят различными количествами патоки, редуцирующих веществ и разной влажности. Молочные помадные массы по своей структуре могут быть полностью, частично кристаллическими или аморфными. С полностью кристаллической структурой выпускают, например, конфеты старт. Частично кристаллической конфеты коровка с отливкой в крахмальные формы. С аморфной структурой конфеты золотой теленок и коровка с формованием, методом прокатки и резания. Молочные помады имеют в своем составе молоко и иногда сливочное масло. Приготовление молочных помад, хотя исходно с получением обыкновенной, но имеет свою специфику, обусловленную наличием молока. При производстве сиропа вначале растворяют сахар в молоке, подогретом до 60-80 градусов Цельсия, а затем добавляют сливочное масло в патоку. Сахарно-паточный молочный сироп уваривают до содержания сухих веществ 88-90%. Процесс уваривания длительный, так как удаляется много воды. Светлую молочную помаду можно получить, если температура в процессе приготовления сиропа и его уваривания не поднималась выше 80 градусов Цельсия. При более высокой температуре уваривания сиропа помада приобретает темноватый цвет. Уваренный сироп сбивается в помадо-сбивальной машине в помаду. При получении помады в рецептурную смесь вводится патока, играющая роль антикристаллизатора. Без патоки помаду изготовить нельзя. Минимальное количество патоки 3% от массы сахара. Поэтому при производстве помады доля патоки берется в пределах от 5 до 25% от массы сахара. В зависимости от назначения помады способа формования конфетной массы в рецептуру помадного сиропа вводят различное количество патоки. В расходных баках 1 находится сахарный раствор, патока, сгущенное молоко и фруктовое пюре. Плунжерными насосами 2 составные части рецептурной смеси загружаются в секционный смеситель 3 непрерывного действия. В нем полученный сахаропаточный сироп с содержанием сухих веществ 80-82% собирают в последней секции аппарата и направляют на уваривание. Сахарную кашицу с содержанием сухих веществ 84-85% и температурой 60-65 градусов Цельсия с кальчатым насосом 4 нагнетают в змеевики в варочной колонке 5, где рецептурная смесь уваривается до концентрации 88-90%. Затем сироп поступает в помадосбивальную машину 6, в которой он охлаждается и кристаллизуется, превращаясь в помаду. Высококонцентрированный уваренный сироп при высокой температуре является ненасыщенным раствором. При снижении температуры становится насыщенным. При дальнейшем понижение температуры может стать перенасыщенным. Кристаллизация сахароза возможна лишь из перенасыщенного раствора. В пересыщенном растворе центры кристаллизации возникают не сразу, а по истечении определенного времени. Перед началом сбивания в водяную рубашку машины на 3-5 минут пропускают пар давлением 98-117 кПа. Когда машина прогреется, вводят помадный сироп, а в водяную рубашку цилиндр и шнек холодную воду. При подаче в водяную рубашку воды температуры менее 12 градусов Цельсия на внутренней поверхности корпуса при контакте с горячим сиропом происходит интенсивный процесс кристаллизации. В результате образуются пробки из помады, которые приводят к поломке и остановке машины. При повышении температуры помады, выходящей из помада взбивальной машины, следует увеличить подачу охлаждающей воды в рубашку, цилиндр и шнек. Готовая помада с температурой 55-85 градусов Цельсия выходит в сборник 7, а затем насосом 8 перекачивается в котел 9. С мешалкой, где в нее добавляются красящие и ароматизирующие вещества. В котле 9 производится темперирование и вымешивание помады. При непрерывном перемешивании в помаду добавляют возвратные отходы сорт в сорт в количестве не более 10%. Температура, приготовленная непрерывным способом и предназначенной для формования отливкой помады, должна быть на выходе из машины в следующих пределах. Сахарные помады 65-75 градусов Цельсия, молочный, сливочный и крем-брюле 65-80 градусов Цельсия, фруктовый 75-85 градусов Цельсия. Помадная конфетная масса должна быть однородной по консистенции, с содержанием влаги, соответствующим указанному в рецептуре. Готовую помадную конфетную массу направляют на формование. Насосом помада подается в воронку конфето-отливочной машины 10, которая разливает помаду в формочки, образованные в формовочном материале, находящемся в лотках. Отливка проводится при температурах. Молочная помада при 110-115 градусах Цельсия, сахарная 65-80 градусов Цельсия, сливочный и крем-брюле 65-85 градусов Цельсия, фруктовые 75-85 градусов Цельсия, с добавлением орехов и какао продуктов 70-85 градусов Цельсия. Существует шесть основных способов формования конфетных корпусов. Отливка в крахмал, жесткие формы или сахар, размазывание и резко, раскатывание и резко, выпрессовывание, отсадка, формование корпусов на карамельном оборудовании. Выбор способа формования зависит от формы конфет, а также от структуры и консистенции конфетных масс. Например, помадная масса, обладающая пластичностью, а при нагревании, приобретающая жидкую консистенцию, может формоваться отливкой в крахмал, резиновые, пластиковые формы или сахароглицериновые формы, размазыванием и резкой, а также раскатыванием и резкой. Молочная помада, содержащая большое количество жира, может формоваться выпрессовыванием. Некоторые конфетные массы с высокой вязкостью, например, марципан, могут формоваться только раскатыванием и резкой. Конфетные массы с низкой вязкостью, в частности ликерные или желейные с агаром, можно формовать только отливкой в крахмал. Лотки с помадой в формочках поступают в шкаф 11, который установлен над конфетоотливочной машиной. В шкафу 11 производится выстойка корпусов. Эта стадия необходима для образования структуры с достаточной механической прочностью, чтобы в дальнейшем корпуса можно было направлять на очистку, глазирование и завертку. Выстойка корпусов осуществляется непрерывным или периодическим способом. В представленной схеме реализован непрерывный способ. Шкаф 11 – это установка непрерывной выстойки шахтного типа. Температура в камере от 4 до 12 градусов Цельсия. Продолжительность выстойки от 40 до 60 минут, в зависимости от вида корпусов и температурного режима. В шкафу лотки обдуваются воздухом, направление движения лотков на рисунке указано стрелками. Для нормального структура образования, для каждого вида конфетной массы должен соблюдаться необходимый температурно-временный режим выстойки. Корпуса после выстойки должны иметь структуру, соответствующую данному сорту. Корпуса из помадных и молочных масс не должны иметь на поверхности и внутри белых пятен крупных кристаллов сахара, появляющихся при нарушении технологического режима. Лотки с затвердевшими конфетами из шкафа вновь поступают в конфето-отливочную машину. Здесь они освобождаются от конфет. Конфеты очищаются от формовочного материала. Если отливка производилась в крахмальные формы, то для более полного удаления крахмала корпуса из конфето-отливочной машины или полуавтомата поступают на ленточный конвейер, где обдуваются воздухом под давлением от 47 до 343 кПа. Очищенные конфеты направляются транспортером 12 на раскладывающее устройство глазировочной машины 13. Здесь конфеты покрываются глазурью. При прохождении конфеты через холодильную камеру глазурь застывает. Виброраспределитель 14 из 20 параллельных рядов конфет создает 10 рядов, которые ручейковыми транспортерами 15 подаются к завертывающим автоматам 16. Завернутые конфеты по поперечным транспортерам 17 поступают на транспортер 18. Наклонным транспортером 19 завернутые конфеты загружаются в бункер 20 автоматических весов 21. Короб 24 заполняется конфетами, затем транспортер 23 подает короба к обандероливающему автомату 22, который закрывает верхние клапаны, заклеивает, обандероливает и маркирует короба. Упакованные короба передаются в экспедицию. Спасибо вам за внимание. Я прошу вас подписаться. Я прошу поставить колокольчик, чтобы вы не пропустили новые видео на моем канале.